направил на серединку нивелир есть на 5 миллиметров это выше это тоже не смертельно можно было ничего не тянуть и не опускать да пофиг ничего не было я знаю таких машин или 2 миллиона переделал но мы все равно уж будем тянуть поэтому она сама все и опустится но мы его тянуть не будем мы лонжон тянуть значит между ними у нас было меньше как гласит размер того кузова и чертеж старый-старый то просто я жирафом получите разговаривал блин жирафки опрувет и это не смог найти чертеж блин пока базарили взял тетрадку должно быть все 38 между ними вот так вот так вот 43 и 8 смотрите 43 и 8 есть да все правильно длина одинаковая туда-сюда никуда ничего не надо дальше мы еще контролируем размер 42 и 8 на всяк случай с двух сторон и диагональ мерим вдруг они обе куда-то уехали ну блин они не всегда это размер соответствует действительности даже на целом полностью кузове здесь если померить 42 и 8 пошел перелом 42 и 8 есть почему не соответствует потому что у многих машин вот видно насколько все криво сварено вот тут четыре миллиметра или надо порог сюда или эту всю жабу туда так 42 и 8 мерим другой размер раз 42 и 6 я считаю это пределе нормы хорошо чем чем меньше между ними расстояние тем круче для машины поэтому будем тянуть кувалду один раз обязательно шарахнем а если померить вот так диагонали тогда это надо туда на три миллиметра а если вот так то эту надо туда на три миллиметра ну то есть все по-разному я тут немного разобрал немного снял трубки отвел в трубка одна поломанная поэтому согнул его наглую теперь нам надо потянуть и вот это вот все разровнять это не смертельно она уже кстати наполовину все вышло это не смертельно поэтому сейчас мы возьмем зажим будем тянуть и будем работать с вот этим вот местом чтоб не лезть аж туда не делать там стык там все-таки потом трудно зачищать постараемся миллиметров пять от кончика может сантим ну то есть как и был на том кузове тем более есть один большой плюс если мы вытянем это все примерно плавно ровно от стучим а потом мы подставим тот лонжерон и у него форма них я не сойдется вдруг мы не дотянули он там выше например чуть-чуть а тот нельзя вверх тушу высота стакана границы уже все то мы ее сможем надрезать перестучать это все то есть шовчики такие подрезать перегнуть влево-право то есть нам будет проще состыковать если мы его не дотащили сто раз так делал канает аж бегом в общем сейчас тянем ну да вот тогда вот так тянем и контролируем высоту по нашим жабам вы помните жаба это называют скрепление рычага потому что она у нас выше и она нам поможет проконтролировать вытяжку лонжерона и глубину автомобиля туда сюда вперед назад и высоту центр то есть мы не можем лонжерон неправильно сделать чтобы то штука правильно не стала если эта штука правильно станет значит тут тоже все в норме остальное отрегулируем что-то все в порядке и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все как и здесь Думал вниз придется тянуть, чтобы ее затянуть Не, не пришлось Просто я бросил, а она поднялась Поэтому опять натянул, все, простучал С ямы, кстати, не успел простучать Вот эта перегородка, про которую я говорил Болезнь на ланосах сенсов Это сенсов вообще на кузове, на ланосах она рвется Заварим Моторный отстучал Он сильно раскрылся, когда я потащил Очень сильно Поэтому все аккуратно застучали Бросили оно, конечно, опять он чуть некрасиво Но это мы подобрем Здесь вот этот металл Он вообще не приварен к лонжерону Я всегда шовчик маленький делаю Значит, лонжерон Вот у нас будет стычок лонжерона Низ в идеале Бок в идеале Верх Ну, вверх вот тут есть маленькая складочка Она мне мешает вот этот стакан потянуть Потом обрежем, отстучим Здесь у нас все чудно Вот здесь все чудно Все готово Сейчас жабу по ширине померю Зацепил 3,8 Ну, может, 3,7 Может быть, 3,7 3,8 Все, норма Все, ширина в идеале Высота супер-пупер класс Здесь, конечно, надо было О, у нас металл здесь подошел Хотя, нет, я стучал Я вот сколько смог оттуда Ну, так залез ее наугад Вот, простучал Тык-тык Тык-тык Ну, вот, побитое Это я стучал Значит, это все в норме Теперь нам надо Вот тут разрезать Вырезать кусок Потому что нам надо чуть заняться Этой полкой И нам не надо, чтобы лонжерон Уже никуда давило Тянуло, портило Может, вам прожектор включить, а? А то тут как-то Очень нормально вам Да? Давайте включу Condition Трифазы прожектор Смотрите Чик, как ярко, да? Сережка Вовказ Я не супер-пупер в восторгах Ты спрашивал Супер-пупер Не супер-пупер Вот эти лампы Гораздо лучше светят Две, чем вот тут один прожектор Это Что мы и дальше? А дальше нам надо стакан вытащить Потому что нам надо Немножко вот это разровнять Хотя, если я его отрежу Я и так разровняю Нам надо вот этот металл Немножко подтащить Потому что, когда мы поставим стакан Новый У нас между металлом И между стаканом Будет щел Вот такая Ну, нам пофиг Мы и так можем заварить Тут все равно герметик Маляры промажут Ну, это как-то не по фэншую будет Поэтому мы сейчас его вытащим Но его надо По сути Я его на размер померил На сантиметр Вбок надо подать Ну, и развернуть вот так надо Вот эта линия должна не так быть Вот это Вот это отверстие должно быть Где-то вот здесь Поэтому вот Вот так сейчас Просто подтащим его Примерно Хотя бы Тащим Так, мы все стандартно Гидравлику поставили Ага, я смотрю Вверх Очень поднимаем Неправильно Мы с вами тащим Мы сейчас только Изуродуем его Ну, и пофиг Мы еще больше Складку сделали Но мы не расстраиваемся У нас есть зажим Вот такой Гидравлика Ну что, я оттащил Ну, что-то вроде подошло Ничего-то не подошло Вот тут надо взять зажим Переставляюсь А вот так зацепить Оказалось лучше Чем за стакан Мы сейчас И вперед тащим И разравнивается все И вниз тащим И стакан у нас идет вперед И вбок То есть все как положено Положено Сейчас двери будут Очень-очень подниматься Вы видели Насколько они там поднялись Как хорошо, что лобовое Не надо менять Вернее, менять будут Но не целое ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ролик один не записался Блин, рассказывал, рассказывал Кто начал смотреть Не записался Значит, я натянул вперед Потому что здесь было Очень высоко На сантиметрах Два-три Вот эта точка была выше Ну, то есть здесь как-то Где-то что-то ушло Натянул до нормы Зазор хороший Зазора нету Дверь падает Потому что это все Жопа поднялась Бьет Бьет Как раз Угол Крыша не хлопнула Все нормально Надо простучать Потому что нам все равно Я померил Блин, надо чуть-чуть На несколько миллиметров Стоечку вперед подать Я взял большую кувалду Один раз Шарахал Чтобы больше не контролировать Это отверстие Потому что оно нафиг Не надо нам Мы только дурную работу С вами делаем Нам это важно Направил невеличик туда Направил сюда Посмотрел Все Вот это отверстие По высоте в норме Вот эта полка Туда-сюда в норме Вот так Да я не знаю Она нам особо и не важна Мы если срубаем Легко можем ее передвинуть Как хочешь Ну сейчас как-то померим Чем-нибудь не мерить Давайте померим У нас вот же есть Отверстие хорошее Отсюда-оттуда Оттуда-отсюда Больше Немного На миллиметра три Здесь Чем там Не парит Между стаканами Не знаю Должно быть 100,7 должно так быть До конца Раз 100,5 Топочек Все, класс Эта полка значит на месте Здесь у нас отпущено Покажу, что с дверями Я наделал Ну как Я починил Как я их починил Зазор сзади У нас зазор сзади Меньше чем Изначально Как она приехала Это очень хорошо Хотя был бы он больше Я пенни парился Не могли зазор Нормально здесь сделать Передняя дверь Передняя дверь Очень сейчас подпрыгивает Петли я не крутил То есть при закрывании Она очень как-то Вот Раз Потом Бук Ну то есть видно Не знаю Видно, не видно Сейчас ригель бьет В самый низ замочка Сейчас когда Закрываешь Вот в этот угол Бьет Не надо мне писать Поди руки По-моему Ты все-таки Для людей Снимаешь Видео Это я работаю Это я вот сейчас Все с вами делаю То есть Отличненько Дверька подпрыгивает Это очень здорово И замечательно И зазор сейчас Блин Отличный зазор И здесь у нас Соответственно Становится больше Это очень хорошо Есть Мы с вами закончили Походу Весь этап Вытяжки Этой машины Больше Не вытягивать Ничего не надо Нет Я забыл Ничего мы не закончили Направили Нивелир На нашу точку Я же забыл С этим лоджероном Разобраться Здесь все готово К стыковке Бери Отсветлю Подгоняй Все класс Про эту сторону Забыли Вот здесь Вот вам даже видно Что От кантика До нивелира Одно расстояние А здесь оно Больше на миллиметра Два Его надо вниз И возможно Им возможно Надо подвинуть его Сейчас Померю диагональ Людей Диагональ Этого Лоджерона Показала Что его нужно Сдвинуть До сантиметра В бок Поэтому Вот так Мы больше тянем Сейчас Тянем под углом 45 градусов Потому что нам еще На 5 миллиметров Его вниз Надо Хотя если его В бок Потащить Он подниматься Будет по идее Ну желтая наша Штука Все дела Как и положено Хотите Нивелируй Не хотите Вы ничего Не убедите Помните Там это Маркером Вокруг экрана Все Отдели Поставил Желтую штуку Для арок Лучше Ничего не придумал Если Потащить Больше вверх Лонжерона Чем вниз Потому что Он чуть Вот такой Ну поняли Да Вот так Сделал Ну то есть Диагональ Тут больше В течение Короче Наверх Потащить По высоте Он сейчас В идеале По высоте Он сейчас Ровно И диагональ Я думаю Тоже Уже Ровно Потому что Надо было До сантимента Иногда Трудно Куда-то Потащить Лонжером Чтоб И Чтоб Не совпало Или Да Он уже Все Ровно То есть Вот так Он должен Стоять Поэтому Легонько Его Перетащим Ногачка 4 Как всегда 4 8 Сделал Раз Ой Блин Все На так Ушло Потому что Не стучал Раз 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 Какая Вы Даже Не Видите Какая Она Ровная Единичка До края Должно Быть Отжав Ки Наш Раз Ну У нас Может Миллиметра Не хватает Поэтому Сейчас Мы его Немножко Натянем И возьмем Долстку И Легонько Простучим Итак Мы С вами Легонько Простучали Нивелер Светит Эту Точку Пошел Еще Раз Посмотрел Отпускаем Раз Убираем Куда светит Нивелер Ой Так Вы смотрите Как все чудно Вот я себя рукой Надавлю Он уже светит О Этот металл А не в этот Все Есть По высоте И по Диагонали За божон Стоит Ровно Блин Нивелер Толкнул Вот Светит Кончик А вот Наша Точка Готова Давайте На эту Точку Направим Направил На эту Точку На этот Размер Он у нас Диктует Верхнюю Полочку Вот эта Штука Должна быть Параллельно Стапель Это Перпендикулярно Ну да Она сейчас Примерно Параллельно Все нормально Значит Здесь мы Видим Что мы Видим Здесь Луч должен Бить В этот Кантик Он бьет Только в Край Канта Потому что Нам надо Ее Разогнуть Немножко Когда мы Разогнем Вот эта Полочка Она должна Быть Параллельно Лонжерону Когда мы Разогнем Ее Эту Точку Оставить На месте А эту Чуть сдвинем Тогда у нас Поднимется Эта плоскость Наверное Сейчас Померим Вот этот Размер А то я Говорю Сам Упор Не знаю Должно Быть 9,5 9,5 Баджирк 9 5 Миллиметров Не 5 Миллиметров Не Хватает Значит Надо Ее Все правильно Говорю Надо Перегнуть Тогда Вот здесь Подойдет Или Сломает Все Люди Полочка Примерно Параллельно Лонжерону Вот здесь Параллельно Она здесь Чуть не параллельно Забиваем На это Это нам Не надо 9,5 У нас Видно 9,5 Это От дальней точки 9,5 Ничего Оно не подошло Оно сломало Поэтому Кувалду И все Выровняли Значит Между Нашими Отверстиями Крепления Рычагов Ровно По высоте Они Ровно Лонжерон По высоте Ровно По диагонали Ровно Вот это По высоте Ровно По диагонали Ровно Там Все Готово К стук Поздравляю Мы этап Вытяжки С вами Закончили А раз Мы Закончили С вами Этап Вытяжки Мы Заканчиваем Свой Рабочий День Несмотря На то Что Только Пол Четвертого Даже Еще Нету Пол Четвертого Несмотря На то Что Пол Четвертого Дня Будем Теперь Работать Типоэтапно Один День Один Этап Дверь Подпрыгивает Очень Хорош Мы Никуда Не Спешим Никуда Не Спешим Будем Работать Класс Завтра С утра Мы Придем Вот это Обфигачим Завтра Мы С 10 Потому что Мы тут Будем Фигачить Ровно 20 минут А потом Я 10 минут Кофе Буду Пить Завтра Мы С 10 Вот это Начнем Отсверливать Завтра Мы Это Все Прилепим Нам Привезут Низ Завтра Мы Наберем И Наверное Завтра На этом Закончим Послезавтра Мы Обварим А Аж Послезавтра Блин Завтра Суббота Завтра Я ничего Что-то Сниму А так Всем пока Ванька Ученик Я о тебе Не забыл Ванька Провет И когда я Говорил Вот так Ванька Провет У меня Не руки Кривые Просто Рулетка Я держу По этому Пальце Неудобно Выгибать Ванька Провет